Здарова танкисты, с вами Слим, сегодня вторник и значит пришло время рассказать вам о новых спецпредложениях этой недели. Просто играй World Tanks на консолях и зарабатывая боевой опыт, каждую неделю вы будете получать 3 спецпредложения с 50% скидкой на различные премиум танки. Сколько надо заработать боевого опыта? На какой именно премиум танк будет скидка? Все это кратенько буду рассказывать в этих видосах, которые выходят на моем канале каждый вторник. Если вы любите узнавать подобную информацию первым, то прямо сейчас подписывайтесь на канал и не забудьте прожать лайк этому видосу. С 3 по 9 мая в игре вас ждет 3 спецпредложения. За любое количество боев, заработав 8000 боевого опыта, вы получите первое спецпредложение. Это 50% скидка на Т95Е3. Напоминаю, что каждое спецпредложение действительно всего лишь 72 часа с момента получения. Т95Е3 это средний танк западного блока в периоде напряженности. Интересно то, что данный танк в первом периоде играет всегда в топе. По сути такой себе льгот в холодной войне. Данная СТ получила максимальную скорость в 56,3 км в час, но при этом удельная мощность движка не самая лучшая. Набирает он ее не очень быстро и тем более при передвижении в гору скорость у нас очень теряется. Обзор данного танка 475 метров. Данная СТ получила неплохое лобовое бронирование, как в самой башне, так и в корпусе, что позволяет ему иногда танковать выстрелы от низкоуровневой техники. Но не стоит забывать, что это все-таки средний танк и пробить его не составит труда. Даже если вы будете играть на нем от башни, у него есть достаточно большой уязвимый лючок. Но тем не менее, от башки он играет действительно неплохо, ведь этому способствуют отличные УВНы с углом склонения минус 10 и углом возвышения плюс 20 градусов. Главным достоинством нашего орудия является его разовый урон 390 единиц, что для СТ первого периода в холодной войне очень хороший показатель. Орудие имеет время сведения 2 секунды, разброс 0.35, чего достаточно для стрельбы издалека, но все-таки комфортнее на этом танке играть на средних дистанциях. Играя на этом прем танке, вы будете зарабатывать в каждом бою на 25% больше боевого опыта, на 10% больше опыта командира и на 50% больше серебра. За любое количество боев, заработав 20 тысяч боевого опыта, вы получите второе спецприложение, это 50% скидка на цитадель Тайгера. Тигров в ангаре мало не бывает, поэтому на этой неделе с 50% скидкой вы можете купить себе немецкий премный тяжелый танк 6 уровня. Цитадель Тигр 1 это тот прем танк, который больше подходит для пополнения вашей коллекции прем танков или же для фанатов немецких коробок. С учетом того, что это прем танк 6 уровня, который имеет плюс 2 уровень боев, рассматривать его как основного поставщика серебра в ваш ангар, наверное точно не стоит. Как для Тигра на цитадель вы не найдете ничего нового. Немецкая коробка, которая не особо наделена бронированием, на который надо ромбовать и отыгрывать под борта. А в идеале по возможности вообще не подставляться под выстрелы. Особенно внизу списка. Для 6 уровня орудие со средним разовым уроном имеет неплохую скорострельность, но играя внизу списка, вам постоянно придется использовать премиумные снаряды. Цитадель Тигр 1, в отличие от Тигра 217, идет без камуфляжа. Продолжая свои сражения в сетевой игре и заработав 40 тысяч боевого опыта, вы получите третье спецприложение, это 50% скидка на Бизонты Ц-45. Бизонты Ц-45 это итальянский тяжелый прем танк 8 уровня. Главной фишкой которого является орудие с барабанной системой заряжания на 3 снаряда с автоматической дозарядкой по одному снаряду. У каждого снаряда свое время перезарядки. Первый снаряд перезаряжается быстрее, а последний снаряд в барабане перезаряжается дольше всех. Поэтому то, сколько вы выстрелов сделаете из барабана, очень сильно влияет на ваш ДПМ. Данный танк как для тяжа имеет целом неплохую мобильность. Максимальная скорость у него 50 км в час, а обзор он получил в 380 метров. Танк к сожалению не особо бронированный и пробить его для большинства врагов не составит труда. В идеале данную машину используют для игры от рельефов от башни, что к сожалению из-за его слабого бронирования особо не поможет вам избежать потерь хп. Разовый урон нашего орудия 360 единиц, альфа фугасом 440. Бронепробитие базовым снарядом 218 мм, голдовым 270 и фугасом 105. Танка является не особо точным, у него не быстрое время сведения в 2,7 секунды, а разброс 0,42. Из-за чего вам частенько придется сокращать дистанцию, но из-за долгой перезарядки нашего барабана и слабого бронирования при этом надо быть очень осторожным. Стоковое время перезарядки первого снаряда 18 секунд, второго 20, третьего 23 секунды. Также не забывайте про КД между выстрелами в 3 секунды. Что действительно радует у этого танка это углы вертикальной наводки. Угол сохранения минус 10, угол возвышения плюс 20. Так что если вы фанат барабанов и хотите попробовать необычный геймплей присущий только итальянским тяжам, то Бизонты подарит вам такую возможность. Играя на этой премиум машине вы будете в каждом бою зарабатывать на 15% больше боевого опыта и на 55% больше серебра. В сделке недели вас будет ждать 50% скидка на ХВК-30. ХВК-30 немецкий премиум легкий танк 8 уровня. Абсолютно картонная машина с высокой максимальной скоростью 70 км в час. Топовым для своего уровня обзором в 410 метров. И с достаточно точным и приятным в использовании орудием с разум уроном в 240 единиц. Фанаты ЛТ однозначно оценят достоинства данного премтанка. Фаново играть на любимом классе техники и при этом еще фармить кредиты это то с чем очень легко справиться ХВК-30. А у меня на этом все. В следующий вторник подкину вам новой информации по спецприложениям. Не забывайте заглядывать на канал, ставьте лайк этому видосу. До новых встреч, всем удачи в боях и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok